Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И все из-за того, как мы решаем потратить наше время. Но с другой стороны, у нас никогда не будет больше времени, тогда как много вы сможете сделать за определенный промежуток времени? От этого будет зависеть, получите вы работу своей мечты или нет. Чтобы это понять, я разбил свою возможность работы над анимацией, определив ее зависимостью скорости и качества. Вы можете создавать анимацию действительно высокого качества, но при этом работаете очень медленно, вы никогда не получите работу своей мечты. И также, если вы работаете быстро, но при этом страдает качество вашей анимации, работу мечты вы точно не получите. Ваши скорости и качества работы должны быть сбалансированы. Только улучшая оба параметра и двигаясь вперед, вы сможете улучшить свою способность к анимации. Далее мы говорим о возможности, как много я в состоянии создать. Это определяется моим образованием и опытом. Я могу сколько угодно читать о том, как водить мотоцикл, смотреть обучающие видео и тому подобное. Но пока я на самом деле не возьму и не сяду на мотоцикл, я не пойму это по-настоящему. Моя способность водить мотоцикл никак не улучшится. Поэтому нам нужно поддерживать образование на одном уровне с опытом. Тогда наши способности будут двигаться вперед. В материалы курса я включил вот такое изображение, которое по сути выглядит как мишень. В точке пересечения скорости, качества, образования и опыта будет находиться наш прицел, который мы и будем направлять на нужную цель. Будь то работа мечты или что-то еще, к чему мы стремимся. Но скажем, мы находимся в центре. Все наши параметры идеально сошлись, но работа мечты находится вот здесь. Возможно, они занимаются тем, в чем у нас нет опыта или образования, анимируют четвероногих, например, и качество очень высокое. Тогда мы точно знаем, куда нам нужно двигаться. Необходимо повысить уровень образования по анимации четвероногих, добиться высокого качества работы, сделав это через опыт. Это и будет нашей целью, на которую мы направим прицел. Вы можете скачать и распечатать эту схему, и повесить ее рядом с монитором, чтобы всегда помнить, куда вы двигаетесь в жизни. Кроме этого, мне пришлось задуматься о личной энергии. Не важно, как много я могу и на что я способен, не важно образование и опыт, если я приду на работу с похмелья или очень уставшей, я ничего не смогу сделать. Итак, я разбил личную энергию на четыре основных зоны. Физическая энергия, эмоциональная, умственная и духовная энергия. Не пугайте слово «духовная», я объясню все через минуту. В самом основании лежит физическая энергия, именно она источник всех остальных видов энергии. Если вы физически обессилены, вы не сможете сконцентрироваться, будете эмоционально истощены и быстро сдадитесь, не добившись поставленных целей. Так что физическая энергия – это базис, на котором все основывается. Дальше идет эмоциональная энергия. И это качество энергии, положительное или отрицательное. Вы счастливы или грустите. Неважно, насколько я энергичен физически. Если у меня плохое настроение, я настроена негативно, я вряд ли сделаю что-то хорошее, не продвинуть в сторону своих целей. Поэтому так важно управлять своей эмоциональной энергией. Затем умственная энергия. Это наша концентрация. Вы сфокусированы на чем-то важном и заняты делом, или же ваш разум витает где-то в облаках, а в голове каждую секунду миллион мыслей. Вот представьте, вы режете листок бумаги ложкой. Подумайте, сколько будет работы и как плохо будет все в итоге выглядеть. А теперь представьте вместо ложки острый нож. Как точно и быстро он разрежет бумагу. В этом и заключается концентрация. Как нож сфокусировался на одной точке, так и наш разум может сконцентрировать все наше образование, опыт, способности на одной цели и справиться с ней, как луч лазера. И последнее – это наша духовная энергия. Это цель и наши намерения, к чему мы стремимся в нашей работе. Работаете ли вы для того, чтобы у вас был впечатляющий шоурил, или же вы стремитесь к работе своей мечты. Может, живете в новой стране. Каким бы ни было ваше стремление, оно будет буквально тянуть вас по направлению к целям. И таким образом, только выравнивание всех четырех видов энергии, к основанию физической энергии, добавляя эмоции, концентрации, ваше стремление, будете способствовать наибольшей эффективности. А затем на практике вы приложите способности и возможности, чтобы добиться ваших целей. В материалах вы также найдете вот такой квадрат энергии. Он помогает нам оценить, где мы находимся с нашими энергиями. Например, вы можете быть очень энергичны, но настроены негативно. В таком состоянии вы будете вести себя агрессивно и ломать вещи. Ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому хорошо быть энергичным, но все-таки с положительным настроем. Также можно быть с низким уровнем энергии, с негативным настроем. Именно такое состояние будет называться депрессией. Лучше всего оставаться на положительной стороне, неважно, высокий или низкий уровень энергии. Когда энергии мало, это будет состояние отдыха и восстановления. Мы об этом поговорим. Если мы энергичны, настроены положительно и максимально сфокусированы, то мы находимся в той самой зоне, где и происходит волшебство. И это то состояние, в котором нам, как аниматорам, хотелось бы находиться. Этот график может помочь, если вы не понимаете, что с вами происходит, почему вы не достигаете целей и не можете сконцентрироваться. Попробуйте сесть и понять, в какой зоне вы находитесь. Может, вам нужно немного расслабиться и успокоиться. Может, нужно посмотреть видео с котиками на YouTube, чтобы улучшить настрой. Главное, поймите, где ваша личная энергия. И тогда вы будете эффективно двигаться вперед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!